Сегодня у нас очередное собрание нашего литературного клуба. И сегодня, 25 мая 2005 года, Александр Куцент сделает доклад или рассказ, вернее, о жизни и творчестве одного из самых оригинальных, самых ярких писателей, представителей русской литературы 20 века Владимира Набурова. Я предлагаю вашему вниманию краткую летопись жизни и творчества Владимира Владимировича Набокова. 22 апреля, по новому стилю, у Владимира Дмитриевича Набокова, известного юриста, общественного деятеля Елены Ивановны Набоковой, урожденной Рукавишниковой, в Петербурге, на Морской улице, в доме номер 41, родился сын Владимир. По признанию писателя, его день рождения в семье праздновался 23 апреля, день, которым Набоковы ассоциировался с днём рождения и смерти Шекспира. Но, крежде чем начать рассказ о самом Набокове, я не могу не остановиться, не рассказать вам, кто был отец Набокова. Почему у Набокова на всю жизнь осталось то, что прививал отец. Так вот, судьба политического деятеля, отца Набокова, связана с делом и со страной, которым он себя посвятил. Угрозы, нависшие над Набоковым отцом, предвещают развал империи. Я сделал краткое содержание его стихи, для того, чтобы не задерживать его. Всемогущий царь, при всей слабости, Николай II, отворачивается о действительности и обращает взор в Богу. Для него и его близких у всех трудностей и стачек, поражений и войне, революции одна причина – франкомасонство, объединившееся с еврейским капиталом. Это царь так считает. И все приближенные к царю. Молодой Набоков запомнит на всю жизнь карикатуры, изображавший его отца и Милюкова, подносящих блюда со святой Русью мировому еврейству, не забудет и раны, нанесенной его детству. Элементарный анализ подсказывает следующее решение. Черносотенцы, черные, как секретные фонды финансирующих их министерств, про образ эсэсовцев, организует и ширит террор, разжигает ненависть, а главное устраивает погромы, которые подавляют вяло, всегда слишком поздно, да и то лишь из боязни зарубежного общественного мнения. В Кишиневе 12 числа июля 1890-1992 года был погром. И отец пришел в правительство и сказал, надо немедленно дать приказ, чтобы войска, которые находятся в Кишиневе, прекратили погром. Его не послушались. Приказ послали через 20 часов, тогда, когда уже было убито 60 евреев в Кишиневе. Для большого разжигания антисемитизма, ставшего правительственной системой и инструментом сплочения общества, а также, чтобы увеличить свое влияние, министр юстиции Штегловитов, знающий, как угодить двору, возбуждая против несчастного Бейлиса, подобно по обвинению в рютальном убийстве христианского ребенка, чтобы использовать его кровь на мацу. И это, пишет Набоков молодой, в 13-м году мы в России, России Стравинского, Малевича, Мангельштама, Русского балета, Лобачевского, Менделеева. Набоков отец присутствует на процессе, помогая защитой советами и печатает отчеты о заседании суда в своей газете «Речь», в которой он сам выпускает на свои деньги. Это богатейшая семья. Тут у меня есть альбом, где вы посмотрите, что в Петербурге у него был один дом, рядом с Петербургом была дача, в Москве был дом, в Ялте между Ялтой и Алуштой была тоже своя дача, имение. И эти люди не жалели деньги на то, чтобы прославлять Россию культурную. И вот, несмотря на давление на присяжных, в состав которых были отобраны самые смирные и неграмотные, Бейлис единственно оправдан, благодаря тому, что отец подсказывал адвокатам, как вести дело. Позор пал на царское правительство и остался на нем. Антисемитизм не смог укрепить империю. Остается война. Угроза ее маят на кодезонте. Против нее социалисты и либералы, в частности кадеты, среди которых наряду с Милюковым руководящую роль играет на богов отец. Я нарочно рассказал об отце, потому что потом, в 22-м году, когда они уже уедут из России, произойдет то, что я вам потом расскажу. Итак, я перехожу к детству набоковым. Представьте себе, что набоков научился разговаривать на русском языке позже, чем его научили разговаривать на английском языке. Специально для детей в семье набоковых были вызваны из Англии самые лучшие дамы, которые жили в доме, как гувернантки, и обучали детей английскому языку. К пяти годам набоков еще не мог хорошо читать по-русски, но зато он очень хорошо читал по-английски. Также дети тоже учились английскому языку. Когда ему было уже около семи лет, родители решили, что пора уже учить ребенка французскому языку. И вызывается из Франции очень культурная, грамотная дама, которая проводит почти несколько десятков лет в доме набоковых, для того, чтобы все дети знали кроме английского и французский язык. Набокову молодому шесть лет. Нужен учитель, который будет учить арифметики, алгебре. Один учитель не понравился, второй учитель не понравился. И Набокову прилагает отцу взять в учителя еврея, который выхрестился, стал христианином, а теперь это очень грамотный и очень разумный человек, который может принести пользу в доме Набокова. Отец и мать соглашаются. Очень часто сестры матери говорят, это безобразие. Еврей обучает ребенка. Мы против этого. И Набоков молодой, ему было тогда 10-11 лет, он ругался с этими тетками, он говорит, этот дядя меня учит лучше, чем все те, которые были. Он все знает, он меня учит играть в шахматы, он меня учит играть в теннис. А в шахматы он действительно его научил так, что Набоков в свое время, когда он был в эмиграции, и у него не было возможности на что жить, он устраивал сеансы на 10-15 досток, иногда завязанными глазами, он проводил игру и выигрывал, а иногда он просто играл, 20 досток было на столах, и он играл. Он после этих игр болел, у него головные боли были, и он решил прекратить это. Поэтому в романе, о котором я буду говорить вам, «Защита Лужина» Набоков делает героем человека, который играет в шахматы с другими шахматистами, и то, что было, я вам потом расскажу. А сейчас я хочу вам сказать, что не было ни одного дня, чтобы его не обучали игры в теннис. Не было ни одного дня, чтобы не приезжал самый лучший художник Петрограда и обучал его рисованию. Но Набоков не очень интересовался рисованием. Он отбрасывал это. Он лучше играл в шахматы. И вот иногда, когда он ругался с этими тетками, которые, он говорил, это хороший, он убегал в клозет, как написано у него, и плакал. Плакал потому, что он чувствовал себя виноватым, как он мог делать замечания взрослым людям. И это отразилось на его творчестве, потому, что это был человек, который воспринимал все, что его окружало. Например, он мог сидеть в комнате, идет дождь, и он следит, как капля дождя скатывается с листа на конец, и как слеза падает на землю. У него даже есть стихи, которые он пишет об этом. Вот Набоков строго судит свои первые стихи. Он в 12 лет, он поступает, учится в одной из лучших училищ, Тенишевское училище, Петрограде. В этом училище выпускается журнал литературный. Через некоторое время его приглашают принять участие в этом журнале. Проходит месяц, и директор школы вызывает Набокова, молодого, и говорит ему, слушайте, Володя, вы каждый день на машине приезжаете к школе. Я уже слышал, как дети между собой говорят о вас очень плохо. Вы понимаете, это отражается на их воспитании. Ведь не у каждого есть возможность на машине приехать. Сделайте так. Приезжайте в школу, где-то за квартал остановите машину и пешком пройдите в школу. Набоков понял, что директор прав. Он не только за квартал, он за три квартала, он боялся, что кто-нибудь из ребят увидит, как он выходит из машины, он останавливался и проходил, чтобы дети понимали, что он такой же, как все, не считаясь тем, что он был самый богатый ученик в этой школе. он печатает стихи в журнале Тенишевского училища «Юная мысль». Входит его коллегию. В 1916 году в Фильтрограде выходит сборник стихов под фамилией Набоков. Сборник стихов. В этом сборнике было одно его стихотворение. Отец дал деньги на то, чтобы он мог выпустить это стихотворение. Ну, с этим стихотворением произошел очень интересный казус. В редакции работал дядя знаменитой женщины Зинаиды Гиппиус, уже кружковцы наши знают. Ира читала изумительный доклад о ней. Он принес эту книжечку и дал прочесть Зинаиде, чтобы она прочитала его стихотворение. Зинаида Гиппиус прочитала стихотворение и на одном из заседаний редколлегии газеты, где был отец Набокова, сказала ему слушайте Владимир Сергеевич, передайте вашему сыну, что он никогда не будет писателем. Ну, лучшей пророчице нельзя было придумать для жизни Набокова. Ну, это я рассказал просто потому, что это интересный факт, и мне хотелось, чтобы вы о нем знали. Итак, я перехожу к году 17-му свержении царского правительства. Правительство Керенского в Думу ходит сам Набоков, отец. Вместе с Милюковым они стараются делать какие-то новые проекции, но в октябре месяц, это было в начале марта, в октябре месяце Октябрьская революция. И никакие Милюковы, никакие Думы не нужны. Пролетариат знает, надо награбленное, начинается то, о чем вы прекрасно знаете. Семья Набоковых до 19-го года не выезжает из России, но Набоков понимает, что дальше жить так невозможно. Все бросают. И в 19-м году они едут в Германию, останавливаются в Берлине. В Берлине отец сразу же отправляет Набокова и его брата в Англию поступить в Тринит колледж Кембридж, где изучают французскую и русскую литературу. В 20-м году в Лондонском научном издании печатает стихи в русских зарубежных изданиях. В 21-м году пишет первый рассказ Нежить. Первые эссы Кембридж начинает публиковаться в газете Руль под псевдонимом Владимир Сирин. Он не сразу стал подписывать Владимир Набоков, а подписывал его роман Защита Лужина написан Владимир Сирин. И вот 28 марта в Берлине в зале филармонии террористами Шабальским и Табарицким убит отец Владимир Петрович Набоков. Милюков собрал эмигрантов в филармоническом зале. Он выступил с речью. В это время вошли террористы постнанные из Союза и хотели убить Милюкова. А Набоков вскочил и своим телом закрыл Милюкова. Он был убит. И вот мне хочется вам прочесть, правда я сократил этот рассказ, как Набоков принял этот вечер, что было в этот вечер. Двадцать восьмого марта я вернулся домой около девяти часов вечера, проведя райский день. Деньги еще были, папа жив. После ужина я сел на стол возле дивана и раскрыл Томик Блока. Мама полулежала раскладывая пасьянс. Она тоже читала Томик Блока. В доме стояла тишина. Сестры уже спали. Сергея не было дома, а там наши брат Сергея. Как это великолепно, сказала мать, протягивая Томик Блока. Потом в прихожей зазвонил телефон. Я подошел к телефону. Голос Гессена. Кто это? Володя. Здравствуйте, Володя. Иосиф Владимирович, я знаю это вы. Я звоню, потому что с твоим отцом случилось ужасное. Что именно? Совершенно ужасное. За вами пошла машина. Отокрите внизу дверь. Хорошо. Сердце мое разорвется, сказала мать. Скажи мне, что произошло? Она разорвется, если ты будешь скрывать от меня. Умоляю тебя, она нервничала мать. Наконец машина подъехала. Соблюдайте спокойствие. На собрании стреляли. Ваш отец закрыл с собой Милюкова. Он мертв. Я смотрел на огни, проплывавшие мимо, и мне казалось, что единственным отчетливым и веским, единственным реальным на целом свете было горе, объепившее меня, душившее меня, сжимавшее мне сердце. Отца нет на свете. Нет. Семя полностью осталось без средств. Вот что пишет сам Набоков о том времени. Почти все, что могу сказать о берлинской паре моей жизни с 22 по 37 год извержено мной в романах и рассказах, которые я тогда писал. Сначала эмигрантский гонорар не могло хватить на жизнь. Я усердно давал уроки английского, уроки тенниса, уроки шахматов. Я играл в шахматы, я уже рассказывал, в этот период он играет. В 22-м, 23-м году он переводит Рут, Петра, Брука, Рансера, Верлена, Сеперелля, Теннисона, Байрона, Бодлера, Шекспира, Мюссер, Рыбова. Это все благодаря тому, что его учили английскому языку. Пишет рассказы и публикует их в различных изданиях, но за это он получает очень мало денег, на жизнь не хватает. Мать Набокова в 23-м году переезжает в Прагу. Пишет первый роман Машенька. Но я уверен, что вы помните, в Союзе была эта картина Машенька. Правда, скрывали автора, но картина очень нравилась зрителю и всегда были аншлаги. Зарабатывала жизнь, он много переводит, много публикуется в русских газетах и журналах. Однако, как он замечает, эмигрантских гонораров не могло хватить на жизнь. В романе другие берега тоже. Ни скетчи для КБР, ни работа с статистом на киностудии не давали заработка достаточную, чтобы прокормиться и заплатить за комнату, снятую почему-то за часу у воршивого квартира хозяина. Набоку приходится давать частные уроки английского, французского, а также тенниса, бокса, составляет для газеток крестословицы и шахматы и задачи. Однако, писать он не прекращает и даже успевает влюбиться. Влюбиться в юную девушку замечательной красоты, конечно же, русскую Светлану Зиверт. Родители Светланы, 17-летней девушки, отказывают молодому человеку без средств. Набоку уезжает в Прованс в имении Болье, где управляющим Соломон Крым, бывший председатель кримского правительства. Отец Набоку был истцом и помогал этому Соломону. Юноша работает на уборке урожая и сбора винограда. За несколько дней до отъезда неизменно бодрствующая судьба сводит его на благотворительном маскараде, устроенном эмиграцией с юной незнакомкой, которая отказывается снять маску. Ее зовут Вера Слоним. Вера Евсеевна, еврейка, дочь блестящего адвоката, изнанного вследствие антиеврейской политики царского правительства из-за даткатуры и ставшего эмиграцией предпринимателем. В 25-м году она вышла замуж за молодого писателя. И если они составили наперекор превратностям жизни преследуемой историей идеальную пару, которую сумеет озвучить только смерть молодого поэта она полюбила, она увидела на публичных чениях, слушала его, наблюдала, полюбила. И он, а он не знал о том. Она дает ему свои силы, веру, непреклонность, а также талант машинистки. Она поможет ему осознать, что он обязан выразить раздражающую его эмиграцию воплотить и явить ее моему и будущим временам, что он ее актер и глашатой. И что в этих двухсмежных, неразделенных, одновременных антрепризах человека и творца он будет героем и певцом этого исторического момента. Своим талантом он сумеет выйти из-за предела эпохи и изобразить на все времена облик, характер, чувство и дух эмигранта. Вот что значит еврейская душа, еврейская девушка, которая отдала всю жизнь, она отдавала ему и до конца своих дней. Так, вернуться к 25-му году. Так, Раван Машенко написан и вот в 26-м году в Берлине выходит роман Машенко. В Берлине поставлена пьеса Сирина «Человек из СССР». В 28-м году университетская поэма «Современные записки». Это журнал такой. В Берлине выходит роман «Король дама валет». Это тема, именно немецкая тема. Здесь русской темы нет в этом романе. В 29-м году в журнале «Современные записки» печатается роман «Защита Лужина». И вот что пишут современецы, которые были рядом с Набоковым. Зинаида Шаховская и Нина Барберова. Я взял Шаховскую, потому что она очень тепло о нем отзывается. «Все же, говорит Шаховская, необходимо опровергнуть слухи, исходящие от поздних поклонников Набокова, незнакомых с жизнью первой эмиграции, о том, что будто бы русской зарубежи не приняла и не поняла Набокова. Это не так. Его появление было сразу же замечено с выходом его еще очень молодой Машеньки. Интерес к нему все возрастал и ни один из писателей его поколения никогда не получал такие восторженные отклики со стороны старших собратьев». Это Зинаида Шаховская. А Нина Барберова говорит так. «Номер современных записок с первыми главами защиты Лужина вышел в 1929 году. Я села читать эти главы, прочла их, два раза. Огромный, зрелый, сложный и современный писатель был передо мной. Огромный русский писатель как Феникс родился из огня и пепла революции и изгнания. Наше существование отныне получило смысл. Все мое поколение было оправдано. Оправдано тем, что бежало из России. я хочу прочесть вам стихи, которые он написал в 1929 году. Вот они у меня есть. И без этих стихов я тоже считаю нельзя рассказывать о наборе. Он в 1926 году написал это стихотворение. Он знал его сны. Это уже в Берлине он пишет. Вот сразу вы поймете. сны. Странствуя, ночуя у чужих, я гляжу на спутников моих, я ловлю их говор тусклый, раково их я требую примет. Кто увидит родину, кто нет, кто уснет в земле нерусской. Если б знать, ведь странникам даны только сны о родине, а сны ничего не переменят. Что таить? Случается и мне видеть сны счастливые. Во сне я со станции в имении еду, не могу сидеть, стою, в тарантасе тряском узнаю все толчки весенних рытвен, еду с непокрытой головой белой, что платок твой из душой слишком полный для молитвы. Господи, я требую пример, кто увидит родину, кто нет, кто уснет в земле нерусской, если б знать, за годом валит год, даже тем, кто верует и ждет, даже мне бывает грустно. Вот такое стихотворение. Или еще одно стихотворение. Расстрел он назвал это стихотворение. Бывают ночи, только лягу в Россию поплывет кровать, и вот ведут меня к врагу, ведут к врагу убивать. Проснусь, и в темноте со стула, где спички и часы лежат, глаза, как пристанное дуло, глядит горящий циферблат. закрыв руками груди, шею, вот-вот сейчас пальнет в меня. Я взгляда отвести не смею от круглого и тусклого огня. От запенелого сознания коснется тиканье часов, благополучного изгнания, я снова чувствую покров. Но сердце, как бы ты хотела, чтобы это правду было так. Россия, звезды, ночь, расстрела и весь в черемухе овраг. Не знаю, это потрясающее стихотворение. И еще последнее стихотворение прочту, а потом перейду уже к тексту. Уже такому. Он назвал стихотворение «К России». Отвяжись, я тебя умоляю, вечер страшен, гул жизни затих, я беспомощен, я умираю от слепых наплываний твоих. Тот, кто вольно отчизну покинул, волен выйти на вершины коней, но теперь я спустился в долину и теперь прибежаться не смей. Навсегда я готов затаиться и без имени жить, я готов, чтоб с тобой и во снах не сходиться, отказаться от сяческих снов, обескровить себя, искалечить, не касаться любимейших книг, променять на любое наречие все, что есть у меня, мой язык, но зато, о, Россия, сквозь слезы, сквозь траву двух несмежных могил, сквозь дрожавшие пятна березы, сквозь все то, чем я с молоду жил, дорогими слепыми глазами, не смотри на меня, пожалей, не ищи в этой угольной яме, не нащупывай жизни моей, ибо годы прошли, и столетия, и за горе, за муку, за стыд, поздно, поздно, никто не ответит, и душа никому не простит. Ну вот, нужно судить о нем, как и о поэте, не только о прозаике. Так, отдельное издание Камера Обскура в Берлине в 1933 году. 1934 год в современных записках начинает описать роман отчаяния. Он ведет в Париж рукопись Так, Париж рукопись. Нина Берберова. Последний раз я видел его в Париже в начале 40-х годов, когда он жил в неуютной временной квартире. Когда я пришла его проводить, у него был грипп. Впрочем, он уже вставал, в пустая квартира, почти без всякой мебели. Он лежал в бледной, кудой в кровати, и мы посидели сначала в его спальне. Так, в 1934 году у Набокова родился сын Дмитрий. И когда они переехали в Париж, убежав из Берлина от немцев, потому что Гитлер грозил о том, что будет конец всем евреям, а Вера понимала, что в первую очередь ее возьмут тоже в лагеря. Поэтому они немедленно уехали в Париж. И вот в этой квартире это уже прошло шесть лет. Мальчику уже было шесть лет. Правда, я хочу вернуться к 1934 году. Опять. Он читал в Париже, куда он приглашен Набоков, стало настоящим триумфом. Не повод ли это для того, чтобы покинуть Берлин, где Гитлер распускает Рейхстаг, душит свободно, преследует евреев. Крайне правые элементы торжествуют и набрасывают Набокова, который не только сын своего отца, но вдобавок еще и женившись оевреевсом. Писатель надеется получить место в университете в Швейцарии. План не удался. Набоков смиряется. Он уже начал писать дар. И чтобы написать главу, посвященную Чернышевскому, ему необходима Берлинская библиотека. Поэтому он еще задерживается в Берлине. Но главный 10 мая 1934 года Вера дарит ему сына Дмитрия. В переписке писателей, особенно в других берегах, мы найдем множество подтверждений тому, что Набоков был самым лучшим и самым любящим отцом. Он с восторгом описывает младенческую руку, что лежала на ладони жены, как отливом оставленная маленькая морская звезда. И вот Нина Берберова уже через 6 лет, когда им мальчику, они приехали в Париж. Пустая квартира, почти без всякой мебели. Он лежал больной. Но вдруг он встал и повел меня в детскую к сыну, которому тогда было 6 лет. На полу лежали игрушки, и ребенок необыкновенной красоты и изяшества ползал среди них. Друзья, понимаю, что у Набоковых нет возможности покупать ребенку красивые игрушки или вещи, приносили ему подарки. В то время, как Вера работала где-то, убирала от квартиры, он давал английские уроки, получал по 20 франков за урок. Приходило к нему домой по 3 человека. Все равно это не хватало. Набоков взял огромную боксерскую перчатку и дал ее мальчику. Сказал, чтобы он мне показал свое искусство. Вере показать. И мальчик, надев перчатку, начал изо всей своей детской силы бить Набокова по лицу. Я видела, что Набокова было больно, но он улыбался и терпел. Это была тренировка его мальчика. С чувством облегчения я вышла из комнаты, когда это кончилось. Вот. Ну, это любовь его. В мае 40-го года мы опять увидели море, но уже не на ривьере, а в Сан-Назаре. Там один последний маленький сквер окружил тебя и меня и шестилетнего сына, и душевая между ними. Я должен вернуться к одной главе, которой должен сказать. Я пропустил это, что в 39-м году в Прагу умерла мать Набокова. В июне уходит из жизни Ходосевич. Издание отказывается от Себастьяна Найта. И Набоков выжил вернуться к частным урокам. Один из его учеников, Роман Гринбер, еврей, с помощью доктора Маршака и некоторых других влиятельных евреев, ему удается добиться от еврейской организации ОПИ, Боря, я не знаю, что это за организация. Ты можешь сказать, что это такое? ОПИ. Она и сейчас есть. Чтобы та финансировала и обеспечила переезд Набоковых в Штаты. Опять благодаря евреям. Он уезжает в Штаты. Когда наконец приходит предложение из Стэнфордского университета. И вот Набоков вспоминает. Когда они бежали из России, это был апрель 19-го года, юноша бежит из Крыма на борту Надежда, которые уже стреливали плюметы красных. На палубе Набоков с отцом играют в шахматы. А в мае 1940-го года немецкое наступление так стремительно уже в Париже, что пароход Шамплен вынужден был буквально удирать из Гавра и пассажирам пришло садиться на него в Сен-Назаре. На палубе Набоков играют со своим сыном шахматы. Позади жизнь, творчество, а что впереди? Вокруг страшные немецкие подлодки. и вот они в Америке. С удивлением, который может быть разделял и писатель, мы видим смену настроения. Едва прибыл Нью-Йорк, Набоков выглядит так, будто он обрел свободу. однако неудач предостаточно. Потерялся ключи от чемодана. Таможенник требует взломать замки, но едва обнаружил них бастерские перчатки, он вызывает на бой маленького Димитрия, и тот доказывает ему свое совершенное занятие благородного искусства боксов. В каком-то недоразумении родные не встретили Набоковых. И на счетчике такси, в который они сели, уже набежало 90 долларов. Между тем, как наличие всего в кармане у Набокова 100. Но оказывается, это всего 9 долларов. И шофер честно отдает сдачу. Набокова счастливы. У них есть еще 90 долларов начать жизнь в Америке. В этой абсолютно чужой стране Набоковых чувствует себя спокойно. Русских иммигрантов мало, но они не забыли Сирина. Они принимают его. Михаил Карпович, занимающийся плевучевую позицию в распределении мест преподавателей русского языка, приглашает Набокова к себе Вермонт. Он устраивает писателя публичные лекции. Через романа Гримберга, тоже, который живет в Штатах, Набоков сводит знакомство с тогдашним ведущим и влиятельнейшим критиком Эдмундом Уилсоном и становится его другом. Набоков читает лекции в университете Уильси неподалеку от Бостона. Успех настолько велик, что ему предлагают место постоянного преподавателя по сравнительному литературу ведению, правда, за очень скромную плату в 3000 долларов в год. Набоков не забывает и энтомологию. Я забыл вам сказать, что в доме у Набоковых в Петрограде в трех комнатах был музей. Отец занимался энтомологией. Он каждый раз, когда выезжал из географического общества измерять земли России, он ловил бабочек. И три комнаты были заставлены клетками, в которых висели приколотые разные бабочки. И шестилетний Набоков приходил туда и часами смотрел на эти бабочки. Когда ему было шесть лет, отец подарил ему сачок. Он тоже начал ловить бабочек. Эти бабочки я вам еще расскажу, к чему они привели его. Итак, вернемся сюда к моему Набоков не звает энтологию. Во время своей путешествия в Калифорнию в Стэнфорд он осуществил одно из четырюбивых желаний. Обнаружил и поймал неизвестную бабочку. Он добивается места в зоологическом музее Горварда. Сначала без оплаты, потом зачистил символическую плату. А главное и Энгмуд Уилсон признал его талант и вел его имя в англо-саксонскую литературу. Прочитав карикатуру Себастьяна Найта, он пишет на боку 20 октября 41 года, только когда он приехал. Это истинное очарование, пишет этот критик. Поразительно, что вы пишете на таком прекрасном английском и что ваша проза ничуть не похожа на то, что делают другие англоязычные писатели. И к тому же у вас такой тонкий и совершенно особый стиль. Уже в течение нескольких лет продолжая читать курс в Карнельском университете, ловит бабочек на американском Западе, сочиняет рассказы для Атлантик Монсли. На боку упорно работает над книгой, причем сомневаясь, что когда-нибудь ее удастся опубликовать. Во всяком случае, один раз его жене пришлось смешаться, не дать ему выбросить рукопись в мусорный бак. Как вы думаете, что это за книга? Лолита. 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 Вот. Выбрать эту книгу. Тема книги первую упинание мы встречаем в Дарье. Мужчина средних лет женится на женщине, надеясь обладать ее дочерью. Незадолго до отъезда соединенных штатов на Борг, как мы понимаем, впервые разбирает ее по-русски в волшебнике. В 48-м году он вновь принимает за нее на английском. но отрывается на другие работы и медлит. Явно от того, что уверен. Этот роман бомба, которая способна подорвать его с таким трудом приобретенной положение в Соединенных Штатах. Он закончит этот роман только в 53-м году. В нем 450 страниц. Что с ними дело? Странный замысел, непонятное упорство, приведшее к тому, что пять лет работы потрачены на произведение, которому не сочинно увидит свет, удвоены еще странным убеждением, что его главное произведение, а суть его еще поразительнее. И вот 59-й год. Выходят стихи. У него есть стихи почти 200 стихов в некоторых сборниках. Так. Я забыл рассказать вам одну очень такую вещь, которую я считаю мне нельзя пропустить. Это когда он приехал только в 40-м году, Рахманинов обратился к нему с просьбой, по просьбе Сергея Рахманинова, для исполнения поэмы «Колокола» на английском языке, на музыку, которой не ложился оригинальный текст стихотворения Эдгара Поп на «Колокола», уделяет обратный перевод стихотворения на английский, он переводит на боков, русского перевода Константина Бальмонта для рахманинских колоколов. Вот это я пропустил, поэтому я решил вам напомнить, что он был знаком даже с Рахманиновым, они дружили. Дальше еще будет интереснее. Почему? Потому что выходит ловица. Я хочу вам прочесть содержание, чтобы вы понимали, кто не читал ловицу. Коротко, один листочек, но если вы задержитесь немножечко, вы на меня не будете сердиться. Значит, так. 40-летний мужчина, обосновавшийся в Соединенных Штатах, женится на матери девочки, в которую он влюблен. Судьба преподносит ему подарок. Мать погибает в автокатастрофе, и он берет девочку, ей 12 лет, путешествует по Америке и познает все наслаждения. Я должен вас предупредить, что эта болезнь, это называется педофилия. Она существует и до сегодняшнего дня. Это мужчины, которые считают, что их может удовлетворить только в отношении с маленькими девочками, начиная с 19-летнего возраста. Эти мужчины попадают сейчас. в следующем умереть от сердечного приступа, пишет историю, то есть роман Лолита. Вот вы теперь уже знаете о Лолите. Необходимо подчеркнуть, что тема не имеет совершенно никакого отношения к Набокову. Набоков был самым лучшим и преданным отцом и мужем. Он за всю жизнь ни разу не изменил своей жене. У меня есть сведения о том, что когда он читал в Кембридже, студентки были поражены его красотой. Они улыбались, они после лекции ждали его, намекали на то, что они способны пойти с ним в гостиницу, но он всегда это отвергал. И доказывает людям, не только жена Набокова, что он за всю жизнь ни разу ей не изменил. И вот я хочу прочесть вам выдержки, которые я нашел передо мной книги, из которых я брал этот материал, но это мне просто необходимо вам предложить, чтобы вы это узнали. вот в этой книге у меня есть в 95-м году, вот сейчас в 95-м году в Москву перевез свою книгу французский писатель Жак Блоу, это родственник Блока, он эмигрировал и фамилию он сделал себе Блоу. его книга вот эта была представлена в Петербурге на огромном конференции, где собрались критики и писатели и отметили, что Набоков на сегодняшний день самый популярный и самый полезный писатель. И вот, что пишут об этом такие люди. Совсем недавно профессор Шуман сделал любопытное наблюдение, что многие ранее рассказы Набокова случайно или нарочно как бы пересекаются один в другой, то есть конец одного часто согласуется с началом другого, и эти цепочки образуют контуры новых невидимых книг, сложных аркитуры. И вот, что сказал Йосиф Бродский о нем, будучи спрошен кем-то, сказал, что у Набокова многое в прозе ритмуется и что собрано его сочинение в целом подчиняются принципу ритмы, то есть правилу поптора и отзвука. Можно себе представить, что можно поверить Йосифу Бродскому его замечаниям. Здесь в этой книге 82 отзыва о его работе. Я не буду сейчас их перечитывать, но если у нас еще есть время, чтобы я не задерживал, мне очень хочется вам прочесть его стихи детские, которые не существуют в книге Дар. Вот что пишет юный Дабоков. Они еще живут в России ему где-то 12 лет. По четвергам старик приходит учтивый от часовщика и в дуны все часы заводит неторопливая рука. Он на свои украдки взглядит и переставит у стены на стуле стоя, ждать он станет, чтоб вышел полностью из них весь полдень и благополучно окончив свой приятный труд, на место ставит стул безучно и чуть ворча часы идут. Это незавидительное стихотворение. И вот это это уже написано уже когда он был эмиграцией и вот как же он говорит Благодарю тебя отчизна за злую даль благодарю тобою пол тобой не признан и сам собою говорю и в разговоре каждой ночи сама душа не разберет моё безумие бормочет твоя ли музыка растет он безгнание будучи в хорошем положении будучи богатым благодаря лолите он бросает работы во всех университетах он говорит моя девочка кормит меня благодаря этому он переезжает в Швейцарию и вот Швейцария шестидесятый год после того когда лолита стала приносить деньги на боку переезжают в свейцарии в монстре поселяются по совету Питера Устинова это знаменитый режиссер в отеле Палас публикует перевод слова к полку Игорева и комментарии к нему в шестьдесят втором году выходит фильм Стэнли Кубрика лолита это как гром еще больше гонораров приходит на бокову выходит роман Бледный огонь на английском языке шестьдесят четвертый год выходит перевод с объемным комментарием Евгения Онегина Пушкина переизданный в семьдесят пятом и восемьдесят первом году с исправлениями это я хочу уточнить он перевел Евгения Онегина на английский язык с русского на английский причем считается один из самых лучших переводов шестьдесят шестой год новое издание воспоминаний с именением под названием говори память выходит сборник рассказов на вопуски квартет я не сказал о том что на боковом написано почти двести рассказов вот который говорил сейчас этот профессор один из рассказов который я собирался вам прочесть но он бы занял бы двадцать минут я расскажу в несколько минут сын не видел матери девять лет он был военным каком-то служил где-то военных частях у французов и приехал в Берлин и не мог найти адреса матери он ходит по Берлину не знает как найти видит табличку зубного врача у этого зубного врача вся их семья лечилась он зашел к зубному врачу и зубной врач дает ему адрес его матери он бежит туда стучит в дверь и открывает ему его мать он смотрит на нее она намазана как молодая женщина ей уже за пятьдесят а на ней грима столько что можно было намазать нескольких женщин он заходит в комнату в комнате стоит столик а на столике торт и двадцать пять свечей а ему двадцать девять он понимает что мать кого-то ждала мать в испуге как это она бы чего-то меня не предупредила мы бы договорились она нервничает она все время бегает телефоны и звонки стучат в дверь она не открывает опять уходит от двери тот-то стучал он понимает что мать кого-то ждет у нее свидание с кем-то но там двадцать пять свечей значит это молодой человек он уходит и она он слышит за дверью как мать по телефону говорит можешь прийти вот это рассказ самый который я вам быстро рассказал а в самом деле это где-то 15-20 страниц еще одно выходит так выходит книга стихи задачи выходит роман прозрачные вещи это 72 год набоков вместе своим сачком решил пойти поймать новый бабочек он уходит и как раз гонялся бабочкой над самой пропастью он проваливается летит вниз и он когда летел он свернулся так чтобы упасть на спину через пропасть подвесная дорога машинист едет на дороге видит в пропасти лежит мужчина наверное отдыхает через час проезжая там третий раз перевозя людей он опять видит этого мужчину опять он лежит тоже ходит ну может быть он за час не отдохнул через два часа увидел бы снова он понял что-то случилось он вызывает скорую помощь и Набокова привозят домой он себя плохо чувствует почти два месяца проходит эта травма удара но в 71 году выходит книга на русском языке стихи и задачи в 72 выходит роман прозрачные вещи в 74 выходит роман смотри на орликинов в 75 переиздание русского романа дар с исправлениями в 77 году 2 июля Владимир Владимирович Набоков скончался в Монтре в Швейцарии у меня здесь в книге есть памятник который сделали Набокову вот если вы хотите еще 3 минуты может пройти журнал 5 минут тут все его даты а я на этом заканчиваю свое выступление и благодарю вас за то что вы вытертили в порядке вы что-нибудь скажете сейчас на минуту во первых во первых я хочу поблагодарить Сашу за прекрасный доклад за прекрасный доклад огромную работу он проделал мне кажется вы считаете вы на этом закончили завершили я к сожалению не рассказывал содержание романов это можно проводить еще и еще по моему не один час надо потратить на то чтобы добиться чтобы лучше знать Набокова вы же собирались немножко задержаться вы же собирались немножко задержаться и рассказать то что хотели вот у меня в руках еще есть вот у меня есть еще один материал Глеб Петрович Струве вам же очень хорошо знакома фамилия этого критика это ты знаешь что это Струве вот Струве говорит в основе этого поразительного блестящего чуть что не ослепительного таланта лежит комбинация виртуозного владения словом с болезненно острым зрительным восприятием и необыкновенно цепкой памяти в результате чего получается какое-то таинственное почти что жуткое слияние процесса восприятия с процессом запечатления понимаете во всех романах он не выдумывает какие-то вещи а он берет то что он сам прожил хотя бы на 40% герой прошел то что сам прошел на боков правда для того чтобы роман получился интересный для зрителя он уже его переставляет так чтобы Нина Гарберова говорит для того чтобы познать на боков надо прочесть роман не один раз а два раза и только лишь после второго раза вы увидите что хотел сказать на боков и это в каждом романе так например защита Лужина этот человек который все годы играл на 20 досках в него влюбилась молодая женщина правда 25 лет ей родители очень богатые она не выходит замуж она влюблена этого шахматиста все годы что она его увидела 7 лет тому назад и она предлагает ему чтобы он женился на ней он вначале отказывается он играет еще но вот последняя партия где шахматист который с ним играет очень сильный и он понимает что если он проиграет вся его репутация в жизни которую он получил во всех журналах и критиках исчезнет и он в последний момент когда его зовут чтобы он сыграл эту последнюю шахматовую партию на 20 досках он вместо того чтобы как-то по-человечески спрятаться он настолько болен всем этим ужасом что он спасаясь от его называют всю жизнь не по имени отчеству а просто Лужин даже жена его называла Лужин всю жизнь Лужин 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 не кушает Лужин едем туда Лужин пойдем в контору возьмем уедем за границу они собирались уехать и Лужин бежит в ванную комнату выбивает окно и из этого окна выбрасывается седьмого этажа девочки не задерживайте какой роман вы предлагали бы нам познакомиться с какими именно самые лучшие с первыми с самыми ломаном ломаном вы считаете да 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 у меня это что написано очень интересно но это особо своеобразно ну я не знаю лолита вот саша тут рассказывал это произведение своеобразно интересно именно самим материалом и тем что там происходит оно написано очень здорово было лето уничтение так у меня есть вот такое ну давайте посоветуемся вот такая идея есть мне кажется мне кажется что вот после доклада саши пуцина после того что он рассказал а личности наборка его жизни о биографии и так далее мне кажется стоило бы через некоторое время вернуться почитайте за это время каждый хоть что-то прочтите на букву и да если вы хотите мы поговорим о своеобразии его писательского почерка стиля потому что это нечто абсолютно оригинальное ни на что можно сказать не похожее и в то же время гениальное можно сказать обычно писатель поэт ли проза он старается приемы свои так сказать приемы творческие прятать то есть чтобы они не выпирались наружу то есть вы воспринимаете готовое произведение не очень-то вдумываясь в то как это сделать у Набокова все наоборот он прямо на первый план выдвигает то как он это делает и вот этот способ прием он делает он делает как бы элементом частью этой своей литературной игры и вот казалось бы вы знаете странно ведь все-таки произведение вы читаете произведение вам не хочется вникать в то как это сделано вы хотите воспринимать это как жизнь как рассказ историю того какого-то человека каких-то семей каких-то людей а тут а тут он вам прямо на первый план выдвигает всю свою всю свою можно сказать машине и как он это выстраивает и на этом же строит на этом же строит свои произведения в общем вот если вы не возражаете давайте сделаем так почитайте каждый все невозможно у него невероятное количество написано каждый хоть что-то то ли лолиту то ли дар то ли защиту лужина то ли приглашение на казнь то ли рассказы кто что захочет посмотреть и давайте через какое-то время вернемся и поговорим как вы на сна я хочу добавить еще жена набокова умерла в девяносто первом году она пережила его почти на 4 года и нет не на 4 года если он в 77 а 90 я рон так это 14 лет за эти годы пытались переводить набокова с английского рассказы с английского на русский ни вера не разрешала пока она не проверит сама точный текст который был написан набокова без ее разрешения она не разрешала печатать вот у меня есть этот переводчик его зовут геннадий бараб тарла он переводил рассказы с английского на русский а после смерти нины сын набокова также следил за тем чтобы все произведения переведенные с английского на русский были очень правильным и я забыл сказать что в 95 году вместе с этим писателем приехал в Россию и сын набокова и он сказал свершилось то о чем отец мечтал всю свою жизнь так что сын только был в России он увидел все эти дома которые принадлежали это все написано в его рассказе дар очень много его детства именно в романе да сына что дальше сын близок я точно сказать я не назвал материал кто он был потому что кроме сына еще были его братья и сестры были это очевидно надо бы еще четыре часа искать материал для того чтобы познакомиться он обернулся на совсем а вернулся в Россию нет нет ну зачем колоссальные деньги собранные за все его рассказы за романы за лизу это в Швейцарии он он живет в Швейцарии да он он везде живет он везде бывает папа заработал скажите вы нигде не находили объяснение тому почему такой странный псевдоним он выбрал на первых порах сирен странно нет я нигде не встретил я сейчас что-то или где-то читала и мелькнула что есть птица какая-то есть такая птица похожее название вещи вроде вещи может быть я пилин после падения когда он упал я вам рассказывал он написал такое стихотворение которое я могу вам сейчас прочесть я внесся к бездне полуночной и в сон и звезд ко мне неслись казалось будто в длани мощной над этой бездной я повис вот это он написал после того что упал туда вниз а сын его который тоже увлекался бабочками тоже однажды свалился это еще до того что папа упал и отец предупреждал что надо быть осторожным а в самом деле он был неосторожен и так же единственное что я хотел еще сказать что лолиту он написал сначала он по